Ельцин это теннис, Путин это дзюдо, а Грудинин? Это дети. Вы же видите, куда мы вложили деньги. Школы, детские сады, бесплатные фитнес-клубы. Это дети. Будущее страны это дети. Это не теннис и не дзюдо. Это дети, которые... Я был в Финляндии, когда строили школу, меня удивило, что на каждые 25 тысяч жителей один спортивный или музыкальный комплекс. Обязательно. Никаких тебе спорта высоких достижений, каких-то сумасшедших дворцов, каких-то снукшевательных стадионов. Дети, которые должны днем ходить, как в эти центры, а вечером туда приходят жители этих территорий, знаете, у них здоровье гораздо больше. Поэтому я думаю, что дети это для нас главное. Да, для тебя снукшевательный канал Министерства и Пан Анатольевич, вы говорили, что межнациональные конфликты это будущее России. Вы имеете в виду точку зрения? Как вы думаете сейчас? Вы взяли информацию из русского репортера, который потом проиграл суд, и выяснилось, что то, что они напечатали, я не говорил. Но попытка власти в том числе раздувать эти конфликты может привести к невежелательным последствиям. Понимаете как? Вы видели, как это происходило в том самом 11-м году, да? Сейчас все утихло, спокойно же стало, так? Но именно власть, контролируя ресурсы, в том числе инновационные, пытается увести население от насущных проблем, вкидывая различные, ну скажем так, на мой взгляд, абсолютно неправильные вещи. Мы по определению за то, чтобы, ну знаете, дружба народов, интернационализм, нет понятия преступник, то есть есть понятие преступник, но нет понятия человек, который по этническому принципу нарушает законы. Это бы просто нет. Давайте говорить о том, что у меня друзья, украинец, его жена, рожденная Хабадзе, грузинка, татарин, но нет, мы сидим за одним столом, у нас нет никаких межнациональных конфликтов. И у нас, вот девушка же говорила, работает огромное количество иностранных рабочих, к которым мы относимся точно так же, как и к своим. А вы знаете, кто самый богатый человек в нашей стране? Узбек. Ничего вас это не коробит, все нормально, спасибо вам. Павел Николаевич, у вас в программе есть пункт о новой индустриализации, но в современных условиях новая индустриализация означает введение робототехники, что угрожает рабочим местам. Вот этот новый технологический уклад, который сейчас приходит во всем мире и является такой угрозой рабочим местам. Как вы собираетесь эту проблему решать? Вы знаете, что у нас уменьшение, демографическая ситуация такая, что у нас в ближайшее время будет очень мало работающих. И вот именно здесь нужны рабочие места и высококвалифицированные специалисты. И мы должны деньги вкладывать в науку, которая дает новые технологии. Мы вот сегодня обсуждали, что многое, что здесь придумано, вообще придумано в России и в единственном экземпляре, является лучшими аналогами, даже не аналогами, а лучшими техническими решениями. Но для этого нужно дать возможность учиться, развиваться. И главное, чтобы все были востребованы. Потому что создание новых модернизированных рабочих мест существенно уменьшит приток мигрантов к нам. Вы же понимаете, если вы механизируете процесс какой-нибудь, то вам огромное количество людей низкоквалифицированных не нужно. Вы своим людям даете зарплату. Вот пример нашего хозяйства. Мы поставили 8 роботов. И там теперь два высококлассных специалистов с высшим образованием следят за этими роботами. А люди, которые должны доработать до пенсии, ушли на другое производство, на завод. То есть мы там открыли новое производство. Вот это путь всей России. И здесь то же самое происходит модернизация. Но это ни в коем случае не пугает молодых и среднего возраста рабочих. А пенсионерам нужно платить достойную пенсию. Мы об этом сегодня говорили. Тогда люди не будут бояться уйти с работы на пенсию. Павел Николаевич, у вас в программе указывают, что минимальная заработная плата должна быть в районе 25-30 тысяч. Откуда в первую очередь мы должны взять деньги, чтобы выплатить эти зарплаты? Вот смотрите, вы можете повышать тарифы предприятию каждый раз. А можете сделать так, чтобы оно, если развивается, хочет, взяла кредит под 11% годовых. И можете сделать совершенно по-другому. Можете сказать, как, например, вот сегодня мне рассказывали, что, представляете, для того, чтобы поставить стан, наши банки не давали кредиты или давали их под бешеный процент. И для того, чтобы прокредитоваться, японский банк дал процент 1,1. А наш российский банк за гарантию взял еще 5. И потом взял в виде процентов 2 миллиарда рублей. А японский гораздо меньше. Вот это политика государства, где банки являются, высасывают всю... Знаете, что они за прошлый год, которые самые лучшие для экономики России, для промышленности, у них, они показали прибыль в 870 миллиардов. Но одновременно рушатся один за другим. И, опять же, государство из своих денег их спасает. Вот эту экономическую политику надо полностью поменять. В нашей программе все это записано. Тогда у предприятий будут средства для того, чтобы модернизироваться и одновременно повысить зарплату. Тогда заработает сельское хозяйство. Потому что не может человек купить натуральные продукты, а мы производим натуральные продукты, если у него очень низкий доход. Вот и все. Продолжение следует...